В администрации состоялось очередное заседание района антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту под председательством главы района Заура Хамирзова. В ходе заседания были рассмотрены вопросы об антинаркотической деятельности и профилактике наркомании среди молодежи и взрослого населения района. С анализом наркоситуации в мерах, принимаемых по профилактике и предупреждению распространения наркотиков на территории Кашхабрского района выступил старший оперуполномоченный группы наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский Аслан Цекушев. За 10 месяцев 2021 года на территории Кашхабрского района зарегистрировано 5 преступлений. Из них распыто и направлено на 4 преступления. Из данных категорий преступлений, выявленных на территории Кашхабрского района по части 1-й, 228-й, это было выявлено одно преступление, по статье 228-й и части 2-й, два преступления. То есть, по данным лично, в прошлый год у нас не было стягких преступлений, в этом году у нас их два. За потребление наркотических средств без назначения врача было привлечено к административной ответственности 15 лиц по статье 69, то есть за употребление наркотических средств, а также по статье 69.1 привлечено два лица. Это статья предусмотрена для лиц, которые не проходят лечение от наркомании в медучреждениях, то есть состоят на учете у нас, как лица, употребившие, на которых возможно мировым судом пройти диагностику лечения от наркомании. За отчетный период было прекращено одно дело по данному факту. С 12 мая по 21 мая на территории Республики Альгия проходил первый этап общероссийской акции сообщили, что будет смерть за отчетный период сотрудниками ГНК МВД России в Кашхабовске составлено два административных протокола по 6.9.1. Также 24.05. на территории Республики Альгия проходил первый этап оперативно-профилактической операции МАКРС. В 2021 период проведения указанной акции сотрудникам ГНК МВД России в Кашхабовске выявлен один факт незаконного оборота наркотических средств, то есть выявлен факт выращивания накосодержащего растения конопля на территории Кашхабовля. Также проверено 8 мест массового пребывания совершеннолетних и молодежи. Также с 21.06. по 30.06. на территории Республики Альгия проходил второй этап оперативно-профилактического мероприятия МАК-2021. В период проведены указанные акции сотрудниками ГНК МВД России выявлены два факта незаконного оборота наркотических средств, то есть были выявлены факты хранения наркотических средств. Жители Кашхабовского района проверены 7 мест массового пребывания совершеннолетних и молодежи. Врач-нарколог Кашхабовской центральной районной больницы Заира Нагорукова представила информацию о количестве больных наркомании, гражданах, состоящих на профилактическом наблюдении, о работе и обеспеченности наркологического кабинета. В Кашхабовской ЦРВ имеется кабинет врача-психиатра-нарколога с двумя штатами единицами, врач-психиатра-нарколог и птицинская сестра-нарколога. За 4 квартал 2021 года на диспансерном учете с диагностом синдромом зависимости от наркотических веществ состоят на данный момент 3 человека мужского пола. С аналогичным периодом 2020 года состояло на диспансерном учете 4 человека, тоже 7 мужчин, взятых и снятых не было. В 2021 году с диагностом синдром зависимости от наркотических веществ взят на диспансерный учет 1 человек, снято 2 человека по причине выздоровления в другой осуде. Количество наркозависимых прошедших консультирований, обследований, диагностиков, лечения за 2020 год 3 человека, за 2021 год 4 человека. Обратились к цели обследования, лечения, консультации за 2020 год 1 человек, за 2021 год 4 человека. Что требуется для госпитализации в наркологическую больницу? Это больные старше 18 лет, кладутся в экстренном или плановом порядке. То есть нуждающиеся в специализированной медицинской помощи именно по психиатрии и наркологии при отсутствии противопоказаний. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в случаях тяжелого и средне-тяжелого течения наркологического заболевания, то есть когда амбулаторное лечение уже не помогает. Члены комиссии также были ознакомлены с мероприятиями по формированию здорового образа жизни у жителей, которые были проведены в Вольнинском и Майском сельских поселениях. Подробные доклады представили главы соответствующих поселений. И в завершении комиссия утвердила план заседания на следующий год. Подводя итоги, Заур Хамирзов призвал к совершенствованию форм взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркомании.